здравствуйте на библейском портале экзогет мы продолжаем вести речь о пророках сегодня из числа малых пророков мы обратимся к книгам пророка ионы и пророка бихея книга пророка ионы кто таков иона иона это тот пророк из геффера который согласно 4 книги царств предсказал победу над соседними народами царю ирваму вот как это 4 книги царств передается об ирваме он восстановил пределы израиля от входа в мав до моря пустыни по слову господа бога израилева который он изрек через раба своего иону сына а мафина пророка из геффер и так иона был царским пророком то есть придворным предсказателем это отличает его скажем от современников пророков оси и амоса которые не были из числа санов пророческих царскими пророками однако осоглавленная его именем книга не является собственно пророче сказать скорее это можно сказать притча или как это называлось в традиции иудейской медраж и написано на значительно позднее после событий как и говорит четвертая книга царств она говорит о пророчестве которые господь изрек на город ненавию господь повелел ионе из речи это пророчество ну дело то что падение ненавия произошло 612 году и значит пророчество а само текст написано значительно позднее этот город ненавия хоть и был великим мощным городом ассирийского и царства но он не был столь велик как это как он описывается книги пророка ионы три дня пути вокруг стен то слишком много может быть один день это очертание очень большого города дело в том что о покаянии как передается это пророка ионы не царь не жители ненавии никогда и не помышляли время описываемое это время такого при может быть самого большого торжества горделивого и жадного и сильного народа но притча она должна какую-то более общую более глубокую правду передать и поэтому книга про ион и очень важно во всем корпусе священного писания она написана конечно послепленное время то есть около пятого века и в ней изображается проповедь правды божией среди язычников возможность и для язычников через покаяние к прийти к познанию истинного бога и результате этого быть помилованными а иона же категорически готов верить истребление язычников и как вы помните книгу пророка ионы начинается она с того что господь посылает оону предупредить ненавию о грядущем ей разорении а иона не слушается бога и бежит фарсис фарсис это собственно говоря в испанию то есть это как бы метафорически означает на край свет просто убегает вот а господь разумляет пророка как в конце книги он обращается к нему мне ли не пожалеть ненавии города великого который более ста двадцати тысяч человек не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота то есть множество значит младенцев и даже скотину господь пожалеет и спасет а почему такой в такое вразумление господь должен был вы высказать ионе вы наверно помните но все-таки сюжет этот повторю и так и он и бежит фарсис для этого он садится на корабль корабельчики берут его корабельчики конечно язычники и начинается страшная буря корабельчики понимают что это более не случайно что это некое божественное наказание они понимают что на корабле есть кто-то кто крепко виноват перед богом и конце концов понимаю узнают что это иона откуда ты какого народа а он признался что бежит от бога но можно ли бежать от бога и единственное средство спастись им из этой бешеной бури это ему выброситься в воду они настолько так сказать богобоязненные эти оказались корабельщики что не могут согласиться на такое убийство наконец иона совершает то что ему ясно и более утихает и он уже бросившись пучину морскую оказывается в очреве кита как переведено на русский язык так вот этот сюжет иона попадающий в очреве кита а в сущности надо это понимать как в бездну пучину которая всегда была для иудеев символом образом адской бездны пучина моря от адская бездна как помните в море бросились свиньи одержимые которые в которые вселились бесы после исцеления гиргесинского без на бесноватого и так пучина море то символ адской бездны вот куда попадает собственно в смертную бездну попадает иона оказавшись за выброшен за борт но господь спасает его он через это через эту свою смертную погибель возвращается к жизни напомню как это важен этот сюжет для символики христианской если вы будете наблюдать росписи ну или даже просто небольшие такие фрагментарные рисунки на стенах тех молитвенных или храмовых помещений которых собирались первые христиане скажем время то часто повторяются такие сюжеты пастырь добрый то есть это юноша с овечки на плечах обычный сюжет для такой декоративной росписи или статуэтка какая-то настольная изображающая пастушка с овечки на плечах но этот образ стал образом пастыря доброго как вы помните в манге от луки в 15 главе где господь говорит об отношении бога к человеку и приводит эту притчу о добром пастыре таким образом пастырь добрый же становится символом христа спасителя это три отрока в пищи огненной тоже собственно спасение из огненной бездны ада и смерти и эти три отрока часто изображаются на три отрока пищи огненной также на стенах где собирались первые христиане и сюжету пророки ионе как выбрасывает его в море там этот кит его поглощает тело конечно не в том проглотил или не проглотил кит конкретные животные которые можно верить кашем если петербурге то зоомузея вот не в этом дело хотя один ученый человек и при этом глубоко верующий сказал даже если бы мне сказали что и он проглотил кита я бы поверил потому что это относится к тому что бог не хотел сказать так вот дело конечно в том что это притча которая очень ясно образе таким был ясном образе говорит о божественной победе над гибелью и смертью я о возможности покаяния даже язычникам она сохраняет все на все таким образом века образную выразительность почему так нужно было первых христианские времена и нужна и теперь когда в церкви сражается богослужение под названием утрене то что мы обычно переживаем вечером и скажем субботу предваряя и литургию воскресную то прочитывается канон как вы помните такой длинная молитвенная молитвенный текст посвященной прославлению разъяснению предстоящего праздника так вот песни канона предваряются всегда так и ромасами то есть краткими такими песнопениями на сюжеты из ветхого завета первая песни мены воспоминания о переходе через черное красное море спасение опять же спасение через смерть и в жизнь это переходит через море это как переход из смерти в жизнь шестой песни о пророке ионе 7 и 8 о трех отроках в пищи огненной и так вот он убегает от лица господня потом все таки спасается из этой бездны море и повтору раз слушается господа и идет в ненавию а там ненавитяне вдруг вразумились и царь велит объявить тотальный пост не только для всех жителей но и для скота чтобы всех болелись и ревели стенали и просили господа простить что и совершается и так ненавия не гибнет иона человек видимо так в элементарном смысле слова принципиальный и огорчен таким таким так сказать не 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 исполнением его пророчества о гибели дневе и уходят как бы обижены так можно сказать и готов умереть от томящий и шепляющий жары господь над ним дерево произрастил который осенило его тенью в одном переводе я читал это была тыква но какая тыква не знаю но мы видим что такое с большими листьями так можно было перевести вот и так некое дерево которое его укрыло от томящего зною а потом дерево взял да и и сушил червь подточил корни тут и он и совсем загоревал и лучше мне умереть говорит а господь ему говорит вот то что мы в начале прочли ты жалеешь о дереве который не ты насадил и которые в один час в одну ночь выросла и в один час засохла мне ли не пожалеть ненавию который вот столько жителей с лишним тысяч младенцев ему и моего скота вот оно так сказать признак милосердия божественную она это божественное милосердие подобно тому как передается у пророка и он и он и и он и придается и в псалмах давида ли во множестве текстов во псалмах может быть в особенности это образная книга образная сила этой книги сближает ее из книг и его прекрасный смысл которых и его и и он и раскрывается благовестие христа иисуса но все за этим мы перейдем книги пророка михея михей жил при царе языке и таким образом он современник пророка исаи он не был членом корпорации царских пророков но напротив даже осуждал их и как и пророк амос он из крестьянской среды начинает он с того что как это может быть обыкновенно для пророчества обличает грехи общества в последующих строках он утешает сион восхищает суд и спасение и впервые намеченные амосом учение о остатке о святом остатке развивается в главах 4 5 книги пророка михея пророк михеи учит о духовной религии в которой на первом месте стоит не культ а исполнение заповеди божий действовать справедливо любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред богом вот как говорит пророк михеи это шестой главе так него он обличает ложь прозор лицев и гадателей то есть уже пророков живущих при на содержании у царей у князей отступивших от правды божией о себе может сказать а я исполнил духа господня правоты и твердости чтобы высказать иакову преступление его и израилю грех его вот это уверенность пророка в своей правоте это отнюдь не самомнение какое-то высшей степени он мне было пророком если бы не был абсолютно уверен что дух божий через него говорит народу и так он близок самовременно свой великому современнику исаи хотя не был его учеником вот есть такое место в книге пророка исаи которые иисус христос читал в синагоге в назарете как об этом пишет евангелист лука это в 4 главе у луки когда иисус помните пришел после искушений пережитых пережитых от сатаны пришел в силе внутренней в назарет как сказано где был воспитан ему подали книгу пророка исаи он открыл вот на каком месте и стала читать дух господин на мне ибо он помазал меня это иисус о себе говорит он помазал меня благорестовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу проповедовать лето господню благоприятное очень важно так это из пророка исаи цитирует лука чтение доставшиеся иисусу спасителем очень важная особенность пророчества михея он возвещает рождение в городе давидовом вифлееме мессии царя мирного как сказано который будет пасти стадо ягве так у михея в 5 главе и так начинается но с обличения иуды и израиля то есть и южного и северного царств вот как в первой главе пророка михея слушайте все народы внимая земля и все что наполняет ее да будет господь бог свидетелем против вас господь из святого храма своего ибо вот господь исходит от места своего не зайдет и наступит на высоты земли и горы растают под ним и долины распадутся как воск от огня как воды льющиеся скрутизны все это за нечестие иакова за грех дома израилева от кого не честь иакова и от самарии ли кто устроил высоты в иудеи не иерусалим ли велите он обличает и самарию северное царство цари которые и князья понастроили жертвенников на высотах в подражании тем неслищенским народом которых окружали приносили жертвы если ческим богам астарту молоху и это конечно раздражало бога предельно и так северное царство было таким вот источником соблазна но он обличает и иудею то есть иерусалим кто устроил высоты в иудеи его идею строили высоты то есть вот эти на вершинах жертвенники зато и сделаю самарию груды развален в поле местом для разведения винограда незрину в долину камни и и и обнажу основание и все истуканы и и будут разбиты все любозийные дары и и сожжены будут огнем и всех идолов ее придам разрушению ибо из любозийных даров она устроила их на любозийные дары они будут обращены то есть эти дары которые были принесены в храмы в храмы как он любозийные потому что практиковалась в этих языческих традициях храмовая проституция и дары эти шли на содержание этих капищ так вот они будут разрушены где божий также на притеснителей народа и мехи очень обличает именно несправедливость такую социальную несправедливость мы бы сказали вот как это звучит горе злоумышляющим беззакония и на ложах своих придумывающему злодеяния которые совершают утром на рассвете потому что есть в руке их сила пожелают полей и берут их силою домов и отнимают их обирают человека и его дом мужа и его наследие или другими словами еще о называющийся домом иакова разве умалился дух господень таковы ли действия его не благотворны ли слова мы для того кто поступает справедливо то есть напоминает что дух господень умалился вы забываете реальную силу реальную правду народ же который был прежде моим восстал как враг и вы отнимаете как верхнюю так и нижнюю одежду у проходящих мирно отвращающихся войны но действительно если начинается нечестие духовное то она конечно перерас так сказать выражается крайним нечестием и в общественной жизни подавлением в низших высшими далее михей переходит к пророчеству о восстановлении единого израильского царства это во второй главе звучит так непременно соберу всего тебя и аков непременно соединил остатки израилев и скуп совокуплю их воедино как овец в уссоре как стадо в овечьем загоне зашумят они от многолюдства перед ними пойдет стенонаруши стенорушитель они он они сокрушат преграды то есть перед ними перед народом пойдет тот кто разрушит эти преграды для народа разрушит всякое насилие над ними войдут сквозь ворота и выйдут ими и царь их пойдет перед ними и во главе их господь конечно еще эти постоянно в пророческих текстах это спасение с господом во главе становится смыслом и пророчества конечно еще эти смыслом всей жизни если вы и исторического так скажем сверх исторического пути израиля обличение правителя и лжепророков очень активно выражает мехи в той части которой вот 3 глава этой книги и сказал я слушайте главы иакова и князья дома израилева не вам ли должно знать правду а вы неравидите добрые или любите зло и сдираете с них кожу их и плоть костей их едите плоть народу моего издираете с них кожи их и кости их ломаете и дробите как бы в горшок и плоть их как бы в котел но конечно образы пророкческих текстов исключительно морозителю так говорит господь на пророков вводящих заблуждение народ мой речь идет о пророках которые были как бы по должности пророки даже не как бы так оно и было то есть прорицатели вещатели но мы сказали советники царя или князей итак водящих в заблуждение народ мой которые грызут зубами своими и проповедуют мир а кто ничего не кладет им в рот против того объявляет войну посему ночь будет им вместо видения и тьма вместо предвещаний зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними и устыдятся прозорливцы и просто и посраблены будут гадатели и закроют уста свои все они потому что не будет ответа от бога вот так жестко этот человек простой по своему происхождению и такой категоричные и внятные жесткой речи обличает слушайте же это главы дома яковлева и князья дома израилева гнушающиеся правосудием искривляющие все прямое созидающие сион кровью в иерусалим неправду главы его судят за подарки и священники его учат за плату и пророки его предвещают за деньги а между тем опираются на господа говоря не среди ли нас господь не настигнет нас беда ну действительно беда всегда настигнет чтобы не предвещал гадатель который предвещает выгоду а не правду пророчество о грядущей славе иерусалима и о мире который воцарится на земле без этого нет пророчек книг они все в конечном счете призваны исправить они поразить страхом исправить может быть через очень такое активное рыдательное покаяние но привести к правде и победе и этой правды вот как 4 главе михея и будет последние дни гора дома господня поставлена будет во главу гор и возвыситься над холмами и потекут к ней народы и пойдут многие народы и скажут придите и зайдем на гору господню и в дом бога иакулева и он научит нас путям своим и будет ходить по стезям него ибо от сиона выйдет закон и слова господня из иерусалима и дальше говорит господь в тот день соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех на кого я навел бедствие и сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянные сильным народом и господь будет царствовать над ними и на горе сионе отныне и до века вот это сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянные сильным народом вот что значит тут обещание собрать воедино всех на кого он навел бедствия то есть пораженных хромлющих сделать остатком остатков значит тем корнем тем сохранившим верность остаток это тот та часть народа который сохранил бед верность как мы знаем в каждом поколении был святой остаток и на этом остатке как на корне будущего возрастания поднимется народ божий мессианским пророчеством начинается пятая глава книги пророка михея вот два стиха из нее посему он оставит их до времени доколе не родит имеющие родить тогда возвратятся к сынам израиля и оставшиеся братья их и станет он и будет пасти в силе господней величии имени господа бога своего и они будут жить безопасно ибо тогда он будет великим до краев земли и будет он мир то есть он будет мир вот тот кого ожидать народ народ тот кто есть мессия он есть мир вот о грядущем царе из вифлеема об остатке который не будет зависеть от человеков и полагаться на сынов человеческих он говорит об после этого истребление идолопоклонцев в израиле важная тема который следовало бы уделить особое внимание это каким образом священописание истинное поклонение единому богу определяет как несовместимое с подчинение с подчинением земному царству что неизбежно ведет к идолопоклонству ну вот как шестой главе мы прочитаем слушайте что говорит господь встань судись перед горами и холмы да услышит голос твой слушайте горы суд господь или теле горы ведь они символизируют не какой-то ландшафт собой а это высоты на которых люди и языческие народы строили жертвенники или храмы с которых так сказать гора всегда символ в той высоты с которой человек обращается к богу и она могла быть символом поклонения не истинному богу недаром пирамид египетские это вершина устремленные в небо и им такова именно ориентированность этих вершин и пирамид они мы все помните если были ну как помните не то что мы это видели сами 7 тысяч лет назад но это археология подсказывает они были идеально облицованы и отполированы так что сияли на солнце однажды в египте выпал снег и пирамиды выглядели так как не выглядели при фараонах блестели светло а самая вершина была золотым золотой пирамиды так вот это действительно символ этого попытки дотянуться большинству так вот все эти горы преклонитесь перед горой господней слушайте горы суд господи и вы твердые основания земли ибо о господа суд с народом своим и с израилем он состязуется народ мой что и сделал я тебе и чем отягощал тебя отвечай мне я выдал тебя из земли египетской и искупил тебя из дом рабства и послал перед тобою моисея ароды и мариам мариам сестра моисея помните пророчица которая воспела торжественную песнь вслед за моисеем после перехода через красное море народ мой вспомни что замышлял валах царь муавицкий и что отвечал ему влаам сын веоров и что происходило от сетима до голгал чтобы познать тебе праведные действия господня а ведь что отвечал валаам этот прорицатель царю баовицкому валаку тот послал его пророчествовать против иудеев а влаам не смог невозможно пророчествовать против того народа которого видят господь это было подтверждение истинности путей господних с чем предстать мне пред господом преклониться перед богом небесным предстать ли перед ним со всесожжениями с тельцами однолетними но можно ли угодить господу тысячами овнов или несчетным потоком елея раздам ему первенца моего за преступления мои и плод чрева моего за грех души мои о человек сказано тебе что добро и чего требует от тебя господь действовать справедливо любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед богом твоим вот так проповедует об угождении богу правдой жизни своей пророк мехи они множеством шерф ну об этом мы знаем и множество раз повторяют апостолы и евангелисты и еще говорит в этой шестой главе пророк мехи так как богачи его исполнены неправды и жители его говорят ложь и язык их есть обман и уста их то и я из не сцельно поражу тебя опустошением за грехи твои ты будешь есть и не будешь сыт пустота будет внутри тебя будешь хранить но не убережешь а что сбережешь то предам мечу вот так гнев на всякую неправду это что нет вы правдил кроме правды божий так в последней главе михея горе мне ибо со мной теперь как по собрание летних плодов как по уборке винограда ни одной ягоды для еды не спелого плода которого желает душа моя не стало милосердных на земле нет праведных между людьми все строят ковы чтобы пролить кровь каждый ставит брату своему сеть а я буду взирать на господа уповать на господа бога спасение моего бог мой услышит меня то есть сколько бы не было вокруг неправды как бы не торжествовала пророк и и жадность он будет уповать на господа бога моего своего это напоминает конечно псалмы и весь дух истины ветхосоветный он верности богу всегда и во всем персонифицируя в женском образе вражеский город пророк говорит о покаянии и о возвращении израиля к своему богу в таких словах не радуйся ради меня неприятельница моя хотя я упал на встану хотя я во мраке но господь свет для меня гнев господине я буду нести потому что согрешил пред ним такой ли он не решить дело моего и не совершил сюда надо мною тогда он вылетит меня на свет и я увижу правду его книга заканчивается молитвой богу за народ божий и вот несколько строчек из нее паси народ твой жезлом твоим о господи овец наследие твоего обитающих уединенно в лесу среди кормила то пасутся они на вас они и глади как в одни древние кто бог как ты прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего не вечно гнева и цен потому что любит миловать он опять милосердится над нами и сгладит беззаконие наши ты веришь пучину морскую все грехи наши ты явишь мирность иакову милость евроаму которому склятвой обещал отцам нашим одни первых берите пророк михей стоит и на исповедании верности божественный господь верен своему народу который явил при переходе через черное море он эту верность обещал евроаму и пророк михей повторяет эти события чтобы укрепить народ и в покаянии и в надежде до следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и